Рашисты перебросили в Курскую область дополнительные воинские подразделения. Началась попытка выдавить вооруженные силы Украины. Это хорошая новость. На это и был расчет Сырского. Пошла неотвратимая цепочка событий. Бои в Курской области на территории РФ. Рашистам нужны резервы. Взять их можно только с фронта в Украине. Резервы переброшены. Идут бои в Курской области на территории РФ. Снова нужны резервы. Именно так главком представлял себе главный плюс операции в Курске. Путин месяц делал вид, что он в упор не видит украинские войска в РФ. На втором месяце ему пришлось увидеть, потому что стало просто смешно. Зарыл дед свою пляшивую голову в песок и сидит задом кверху. Как это можно себе представить? И все в пользу Украины. Если удастся удержать часть рашистской территории, хорошо. Не удастся и черт с ней. А фронту бои в Курске уже помогают. И Сырский, безусловно, подготовил удар где-нибудь в неожиданном месте. С война заиграла новыми красками. Расплескалась по территории РФ, как обломки системы минирования земледелия после удара Хаймарс. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Все идет по плану. По плану. По плану. По плану. По плану. По плану. Просто по плану. Вот по графику. Все идет по плану. В Рязанском училище воздушно-десантных войск решили отправить курсантов третьих-пятых курсов в Украину для участия в боевых действиях. Обосновали такое решение так. Уникальная возможность пройти практику в зоне так называемой СВО. Неплохая такая практика. Заодно и освободятся места в учебном заведении. Как это можно себе представить? Басманный суд Москвы арестовал руководителя военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Вячеслава Филиппова. Минобороны так называемой России продолжает избавляться от ставленников Шойгу и соучастников коррупционных схем оленевода. Если кто-то подумал, что происходит очищение системы, то это не так. Просто все финансовые потоки переводятся на людей Белоусова. Представляете? Кошмар. Лицо человека, у которого все идет по плану. И передаю слово секретарю Совета Безопасности Российской Федерации Сергею Кушеновичу Шойгу. Пожалуйста. Взгляд как у летчика Ил-76, который в полете разворачивается, не долетев до Гастомеля. Депутат Горулев попал в ДТП, въехал в яму и остался без колеса. Депутаты на такой развалюхе ездят. Ничего себе не работают санкции. Дорога в Якутск, где добывают алмазы. Бардак на федеральной трассе. Посмотрите, что творится. Жижа, грязь. Караваны машин стоят. Пробка после Чуропчи. Беспредел продолжается на федеральной трассе. Ни взад, ни вперед. У кого есть возможность, воздержитесь от поездки в город Якутск и обратно. Не портите себе нервы и настроение. Федеральная трасса. Федеральненько. Федеральненько. Путин заявил, что если страны НАТО и США позволяют использовать свое оружие для ударов по России, это будет означать их прямое участие в войне. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украине. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Вот ведь только какой есть нюанс. Путин считает захваченные украинские территории российскими. Они даже включены формально в состав Российской Федерации. И по ним уже наносились удары дальнобойным оружием, о котором сейчас как раз и идет речь. Ну, об этом Путин предпочел как-то позабыть. Ну, о том же Крыме, например. Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что высшее образование нужно давать только тем, у кого есть дар. А остальные пусть руками работают. То есть каждый же не может быть Ломоносовым. Каждый не может быть Сауковским. Это природный дар. А вот этот дар, который есть у детей, их нужно развивать. А там, где нет этого дара, то нужно давать рабочую специальность. Или другой вариант. Наполовину сократить высшее образование. А лучше оставить его только бюджетно. Он же скажет, что это нарушение прав человека. Ну, вот поэтому нужно с чем-то. Кто и как должен выявлять этот самый дар у детей, чиновник не уточнил. Пропагандист Михалков и Рамзан Кадыров обменялись любезностями и подарками. Кадыров призвоил Михалкову звание заслуженный деятель искусств Чечни и похвалил его за твердую патриотическую позицию. В ответ Михалков подарил Рамзану ручку с выпусками Бесогона. Как говорится в известной басне, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Жители нескольких регионов вышли на митинги. В Ульяновской области люди протестуют против ограждения лесозапором, застройки территории озера, плохого водоснабжения, точечной застройки, нехватки мест в школах и за необходимость расселения аварийного жилья. Как видите, проблем накопилось очень много. Люди буквально вышли с плакатом СОС. В Анапе тоже протестуют. Там жители перекрыли дорогу для мусоровоза и требуют убрать незаконную свалку и отказаться от услуг мусорной компании. Жители жалуются на вонь и отравление воздуха и воды. В Бурятии в августе затопило поселок Новоильинск. Из-за наводнения были уничтожены 7 мостов. Их до сих пор не восстановили и даже не собираются восстанавливать. Село оказалось разделено на две части. Часть домов отрезана от магазинов, а скорые и пожарные не могут нормально подъехать. Но чиновникам, как обычно, нет дела до граждан. Они другими делами занимаются. Ну вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ